МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите общественно-политическую программу Акценты. Из студии программы вас приветствует Виталий Дерябин. Как всегда, мы акцентируем ваше внимание на тех событиях, которые требуют более детального рассмотрения. Село Душа Оренбургского края. Под таким названием в областном центре прошел форум, которому организаторы правительства области и государственного аграрного университета дали определение диалог с властью. Говорили сразу обо всем. Как укреплять агропромышленный комплекс, о демографических тенденциях в сельской местности, о развитии медицины образования, об экологической обстановке в глубинке. У власти сейчас есть четкое понимание. Проблемы села можно решать, только применив комплексный подход к ним. Метод, если можно так выразиться, точечных ударов по сельской необустроенности малоэффективен. То есть, если, например, в село проложили хорошую дорогу, но в нем нет ни школы, ни фельдшерско-акушерского пункта, или они в запущенном состоянии, то люди оттуда все равно будут уезжать. По новой автотрассе делать это даже очень удобно. В общем, действовать необходимо по всем направлениям, иначе оттока населения в другие регионы нам не остановить. Диалог с властью был организован на тематических круглых столах. В финале – пленарное заседание с участием временно исполняющего обязанности губернатора. О том, какие мысли и предложения озвучивались, и как необходимо лечить душу Оренбургского края в первом материале программы. В центре внимания участников форума – приоритетные национальные проекты. Параллельно работают сразу несколько площадок. Самый массовый круглый стол – развитие агропромышленного комплекса. Сегодня сельское хозяйство – основу экономической стабильности области, заявляют в региональном правительстве. Задача аграриев – увеличение урожайности и пассивных площадей. За десятилетний период площадь озимых увеличена с 226 тысяч гектаров до 709 тысяч гектаров. И правительством области мы перед собой ставим задачу, перед нашими дружинками АПК, мы ставим задачу все-таки увеличить площадь озимых зерновых культур к 2024 году до 1 миллиона гектаров. Отток жителей из села – одна из основных проблем отрасли. За последний год более 2000 сельчан переехали в города. Такой процесс сказался и на сельском образовании. Жаркие споры возникают вокруг федеральной программы «Земский учитель». Проект стартует в следующем году. Согласно предложению президента, если учитель переезжает в село или малый город для обучения детей в местной школе, то он получает выплату в 1 миллион рублей из федерального бюджета. Мы собрали предложение районов по программе «Земский учитель». То есть, понятно, правильно вы говорите. Миллион, что он даст этот миллион? Мы не пойдем только на миллион молодежь в село. Нужны какие-то другие вещи для семьи, для детей, системы, которые помогли бы стать наставничеством в школе, которые помогли бы молодому педагогу встать на ноги. Вопрос нехватки квалифицированных кадров острый и для здравоохранения. Участники «Круглого стола» предлагают внести изменения в федеральную инициативу. Сейчас целевики не могут воспользоваться программой «Земский доктор» и получить подъемный миллион. По-прежнему есть села, где недоступно амбулаторное лечение. В то время как риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в небольших населенных пунктах увеличивается, констатируют медики. Показатели заболеваний в Северной области ежегодно увеличиваются. При этом уровень до 14% выше, чем в Российской Федерации. Почти 3% жителей области страдает новообразованием, мертвой или иной локализацией. Поэтому развитие амблогической помощи – один из приоритетных проектов развития национального здравоохранения. Открытый диалог, компромиссные решения. На каждой площадке приняты резолюции, пути решения региональных вопросов во всех сферах. Индивидуальные программы развития для каждого района, адресная поддержка фермерских и личных хозяйств, создание условий для начинающих специалистов, контроль за использованием земель, приобретение необходимой техники, предложение общественников. Со многими из них соглашается Денис Паслер. В период у нас много работы. 52 региональных проекта будет реализовано до 2024 года. Многое планируется сделать и в разрезе сельских территорий. Помимо национальных проектов продолжится реализация крупнейших и федеральных целых программ поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том числе и фермеров, работодателей и семейные фермы. Областной форум прошел впервые. Организаторы и участники разработали критерии и направления развития Оренбуржья. Все в рамках национальных проектов. Насколько действенными окажутся предложения, покажет время. От села к городу. Проблем в нем, особенно если он не слишком большой, тоже хоть отбавляя, и среди прочих на первое место горожане, как правило, ставят проблему дорожную. В частности, жители Бузулука, причем не только автомобилисты, которые давно привыкли форсировать ухабы и ямы на проезжей части большинства здешних улиц, но и пеший люд, страдающий от дефицита тротуаров. А местные дорожники страдают от дефицита финансирования. Даже неискушенному в вопросах ремонта и содержания дорог понятно, что три десятка миллионов рублей в год для города, в котором живет почти 100 тысяч человек, это капля в море. Потому, когда в Рио губернатора, в минувшую среду приехавший в центр западного Оренбуржья встретился с бузулучанами, то первый же вопрос ему от них, что будет с нашими дорогами. В смысле, когда они обретут проезжий вид. У Дениса Паслера есть ответ на этот вопрос. Знают его и в бузулузские городоначальники. Глава города Сергей Салмин рассказал, как было и как будет. Ноу-хау по-бузулузски. Здесь дорожники решили латать ямы не с помощью асфальта, а закладывать их кирпичами. Только такие старания специалистов бузулучан вызывают бурю негодования. Как водителю отвратительно, конечно. Где хуже всегда? Ну, начиная с Уральского тракта, наверное. Машину часто приходится за эту время отценить? Свою, да. Ну и государственную тоже. Да что хорошее-то, яма на яме, и только латать кирпичиками. А там, где я живу, спутник там, туда-то, там вообще ужас. Что по-советской. Там не дорога, а одно название дороги. Жители бузулука признаются. Писали депутатам, обращались в местную администрацию. Но реакции сосов горожан не было. Год от года асфальт все больше разрушается. А на дорогах повсеместно появляются вот такие заплатки. Люди просят решить наболевший вопрос. На ремонт дорожного полотна бузулука в прошлом году выделено более 30 миллионов рублей. Сергей Салмин, который в должности мэра работает всего полгода, поясняет. При ремонте дорог не соблюдались технологии. Поэтому в этом году на большинстве магистрали придется проводить работу над ошибками. На самом деле город Бузулук у нас имеет серьезную проблему по дорожному полотну. Немножечко полотно обслуживалось не так, как хотелось бы. Работа в этом году запланирована масштабная. Тротуары, газоны, ливневки. Ремонт сразу семи дорог Бузулука. На все это из областного бюджета выделят 100 миллионов рублей. Также городская администрация получит спецтехнику по уборке магистралей. Перемены произойдут и в местах отдыха жителей Бузулука, которые в национальном проекте «Комфортная среда» именуются общественными пространствами. Пространство недалеко от одноименной с городом реки было выделено для прогулок и занятий спортом более 10 лет назад. Но работы по его обустройству развернулись лишь в прошлом году. Продолжаются они в году текущем. «Комфортная среда» по-бузулукски предполагает создание парка имени Пушкина с примыкающей к нему пляжной зоной. Денису Паслеру в деталях рассказали о том, что и как здесь будет. Будет, причем совсем скоро, через полгода, в Бузулуке новый детский сад Ясли, правда небольшой, на 60 малышей. А еще будет капремонт 12-й школы, которая ветшает уже более полувека и наконец-то дождалась своей очереди на обновление. Оно, правда, планировалось частичным, однако в Рио губернатора уже поручил правительство области решить вопрос с дополнительным финансированием и провести полную реконструкцию школы. Моя коллега Анна Немых с другими подробностями. Школа номер 12, здание этого учебного заведения, было построено еще в 1968 году. За полувековую историю здесь ни разу не было ремонта. «Мы поддерживаем своими силами и энтузиазмом, как сказал Денис Владимирович. И хотелось бы, конечно, чтобы в этом году мы вошли уже в капитально отремонтированную школу». С каждым годом здание ветшает. На фасаде появляются новые трещины. Несколько месяцев назад в управлении образования Базулука сообщили, школу отремонтируют в рамках регионального проекта. Областное финансирование составит 25 миллионов рублей. Хотя по проектно-сметной документации необходимо почти в два раза больше. В ходе осмотра временно исполняющий обязанности губернатора обещает выделить сумму в полном объеме. Много вопросов у Дениса Паслера вызвало и строительство нового детского сада. Он рассчитан на 60 мест и возводится также в рамках регионального проекта. Дошкольные учреждения должны сдать уже в ноябре, но до сих пор нет ни проекта, ни соглашения. Это просто у нас честное слово устроено. Никакого соглашения нет. Не знаем, какие двери, материалы, сколько, смех нет, ничего нет. Подрядчик объясняет, очень сложно согласовать всю документацию. Представители администрации обещают завершить процедуру до 15 июня. Следующая остановка рабочей поездки – парк имени Пушкина. Он был заложен больше 10 лет назад, но благоустраивать его начали лишь в середине 2018-го. По проекту здесь будут и смотровая площадка, и лавочки, и даже гамаки. Но главное – обустроить городской пляж. Возвращаясь вновь к дорожной тематике, необходимо напомнить, что самые масштабные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» вновь пройдут в областном центре. Точнее, они уже проходят и контролят за качеством, самый пристальный. В Оренбурге работают специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института, сокращенно Росдорнии. Именно ему, государством, поручено следить за тем, насколько эффективно расходуются огромные федеральные средства, направленные в регионы для кардинального улучшения дорожной инфраструктуры городских агломераций. Экспертиза проводится детальная и беспристрастная. Выявленные нарушения могут повлиять на размер ассигнований по нацпроекту БКД в будущем. И еще, в Росдорнии требуют, что при ремонтах не ограничивались лишь замены верхнего асфальтового слоя. Зачастую ответ на вопрос, почему вроде бы только вчера сделали, а сегодня дорога опять разбита, кроется гораздо глубже. Донгусская развязка. Этот объект на особом контроле. Масштабные работы здесь идут с 2017-го. Однако при монтаже балок на опорах пролетного строения пошли трещины. Мост оказался небезопасным. Экспертиза заявила, бетонные столбы пустотелы. Теперь их дополнительно укрепляют. Снизу ставится опорное кольцо, выстраивается новая колонна, заполняется специализированными пластичными составами. И после верхней части она разгружается на специализированных домкратах, тоже крепится это кольцо. И в конечном итоге нагрузка передается на вновь созданную колонну. То есть фактически это будет новая колонна. Развязка будет сдана к 1 августа, заявляет подрядчик. Сейчас здесь работает одна постоянная бригада рабочих. При необходимости привлекают дополнительную технику и экспертов. Арматура, бетонные плиты, железо. Практически весь материал закуплен, говорят дорожники. Улица Березка. Она неоднократно входила в список самых плохих дорог города. В этом году здесь идет капитальный ремонт. Установка бордюра, укладка первого слоя асфальта. План работ на сегодня. Все в рамках реализации национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Срок завершения работ 20 июня. На пять дней раньше должны быть закончены работы на проспекте Дзержинского. Сейчас там срезан поврежденный слой асфальта. Дорожное полотно готовят к новому покрытию. Большое внимание именно с этого года будет по прочностным свойствам. Считается, что если основание слабое, то не надо деньги зарывать в землю. Срок службы новой дороги зависит и от качества материала, говорят эксперты. Администрации города рекомендовано использовать термопластик. Такое покрытие на проезде Северном. По мнению специалистов, для нашего климата и транспортной нагрузки – оптимальное решение. Основная рекомендация – это особое внимание обратить на основание. Основание – дорожная одежда. То, что при формировании будущих проектов, при формировании следующих программ на следующие годы, отчетные периоды, на это нужно сделать особый упор. Всего в этом году запланирован ремонт 22 объектов дорожного строительства. Это около 18 километров улиц. В том числе строительство одной новой. Она соединит улицу Росташинскую и Кольцо Нагоранькино. Оренбург стал первым в России заниматься строительством новых транспортных направлений, заметил эксперт. К примеру нашего города последовали и другие регионы. В центре внимания – долги по зарплате. На старте недели под председательством в Рио губернатора прошло очередное заседание профильной межведомственной комиссии, в состав которой входят региональные министры, представители прокуратуры и других правоохранительных структур. Охраняют они в данном случае право каждого человека получить вознаграждение за свой труд. Что случается далеко не всегда. Работодатели, которые не спешат отдать заработанное людям, в Оренбурге десятки. Правда, более половины из них давно кануло в лету. Предприятия находятся в банкротстве, ими руководят конкурсные управляющие. Многие погрязли в судебных тяжбах. Нередко случается и так. От сомнительной конторы осталось одно название и несколько обманутых работников. Имущество ноль продать, чтобы рассчитаться с ними нечего. Впрочем, в определенных случаях перспективы возврата, казалось бы, навсегда утраченных денег имеются. От 500 тысяч до десятков миллионов рублей. Суммы задолженности по зарплате разные, равно как история их возникновения. Общее в одном. Как правило, долг возник не вчера. Хотя на предприятии А7Агро так оно и есть. Задолжали работникам во время посевной, но до конца этой недели рассчитаются. Вскоре ожидаются расчеты по старым долгам на Оренбургском силикатном заводе. В дело вступает новый собственник. На сегодня 248 человек. Мы уточняем реквизиты и до конца мая будет произведена выплата зарплаты. Платы в этом объеме. 2-3 июня. Это так проинформировать меня о том, что мы, как обещаем, людям зарплату силикатного завода в полном объеме 248 человек погасили. Это примеры со знаком «плюс». Есть и другие. Небольшая фирма «Уральские дороги» выпускала асфальт. Вроде бы прибыльный бизнес, но долг перед рабочими в 4,5 миллиона рублей все же возник. Возникла и долгая судебная тяжба. Конкурсный управляющий пытается получить деньги за выполненные работы. Результата нет. Имущество у банкрота, работавшего на арендованном оборудовании, тоже. Перспективы погашения долга призрачные. Впрочем, так далеко не везде. Зачастую банкротов, совокупная задолженность по зарплате которых составляет 122 миллиона. Хоть что-то, но имеется. Конкурсные управляющие провели инвентаризацию. Инвентаризацию имущества, которое будет реализовано, как положено, по закону о банкротстве. И после этого погашение долгов по заработной плате. Они у нас в первоочередном порядке. Отдельная история про «Орские прицепы». Их производство под эгидой одноименной фирмы и на остатках некогда огромного завода в очередной раз возобновилось. Объемы небольшие, но и на них покупателей внутри области нет. Тракторные прицепы покупают в Казахстане и нескольких российских регионах. Совет руководства предприятия. Восстанавливать утраченные связи. Знакомьтесь, общайтесь, разговаривайте с Минсельхозом, с Министерством экономики. Что нужно для каких-то конкретных потребителей, давайте подумаем, как им помочь, чтобы они его избрали. Долг по зарплате в 11,5 миллионов на Орских прицепах погасит к октябрю. Через месяц его должны уменьшить примерно на четверть. Больших или маленьких долгов по зарплате не бывает. Долги либо они есть, либо их нет. Денис Паслер требует безусловного погашения любой суммы задолженности вне зависимости от ее размера. Уже в июне разговор с этими же людьми будет продолжен. А разговор с руководителями тех предприятий, которые приглашение на комиссию проигнорировали, продолжат уже в прокуратуре. От зимы сразу в лето. Минимальная продолжительность классической весенней погоды стала для нас уже привычной. Довольно резкий переход от холодов к жаре в последнее время наблюдается фактически ежегодно. Одновременно с этим наступает засуха. Отсутствие на протяжении недель и даже месяцев хоть каких-нибудь осадков тоже стало обычным явлением. Климат меняется, и это очевидно. Причем на территории всей планеты. Что вызывает вполне определенные тревоги специалистов-климатологов. Которые уже не могут точно сказать, какие еще сюрпризы преподнесет погода. На этой неделе, 15 мая, отмечался Всемирный день климата. Этот день был не жарким, но в его преддверии оренбургцы просто изнывали о зное. Чем чревата такая погода в мае и для людей, и для целых отраслей экономики в следующем материале программы. Плюс 33 градуса тепла, и это только начало мая. От жары в областном центре спасается кто как может. Дети купаются в фонтанах, а в гардеробе горожан все чаще появляются сарафаны и шорты. В областном гидромедцентре признаются, такая погода в весенние месяцы аномальная для Оренбургской области. Среднесуточные температуры отличаются от климатической нормы на 9 градусов и более. 9, 11, 12, 13 мая был перекрыт абсолютный максимум в городе Оренбурге. То есть тоже отклонение температуры абсолютного максимума в года, которые наблюдались, сейчас скажу, 1967, 1974 и 1996. Вот эти годы, когда был последний раз, отмечена самая максимальная такая высокая температура воздуха. Если в областном гидромедцентре считают отклонение от нормы незначительным, то окрария Оренбуржья уже сейчас готова бить тревогу. В этом году была очень снежная зима, но из-за резкого потепления почва не успела насытиться влагой. Вода быстро испарилась. Мы все видим, что климат меняется в сторону повышения температур, как зимних, так и особенно летних. И если мы раньше говорили, что у нас каждые три года засуха и могли что-то ждать в зависимости от того, какая будет погода, то сейчас совершенно ничего не предсказуемо. Как считают аграрии, сухая и жаркая весна обязательно скажутся на урожай. Без пшеницы и других культур мы не останемся, но их количество будет зависеть от погоды и от того, правильно ли сельхозпроизводители засеяли озимы. К примеру, на этом поле, в Базулукском районе, они взошли, но такая ситуация далеко не по всему региону. По данным Всемирной метеорологической организации, последние четыре года оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений. В Оренбуржье начало мая стало аномально жарким за последние 20 лет. Как считают специалисты, с каждым годом температура будет только повышаться. Всему виной парниковый эффект. Экологи убеждены, катастрофы можно избежать. Для этого необходимо реже пользоваться автомобилем, больше применять энергосберегающие технологии. Казалось бы, мелочи, но именно они способны спасти человечество. Где жара, там и пожары. Уже во второй декаде апреля начались массовые возгорания сухой растительности, которые принято называть природными пожарами. В последний день, второго весеннего месяца, в Оренбурге был объявлен особый противопожарный режим. Инспекторы отделов надзорной деятельности МЧС стали интересоваться, все ли его соблюдают. Не все. Штрафов за разведение костров наложены уже сотни. В числе основных нарушителей – дачники, которые с приходом тепла открыли очередной сезон работы на шести сотках. Одна из составляющих этой работы – утилизация сухой травы и прошлогодней ботвы огородных растений. Проводить ее методом сжигания сейчас категорически запрещено. Все равно жгут. Правда, моя коллега Ольга Энгельс, которая вместе с сотрудниками МЧС отправилась в профилактический рейд по одному из дачных массивов под Оренбургом, нарушителей не увидела. Зато она увидела последствия неосторожного обращения с огнем. Во время особого противопожарного режима разведение костров категорически запрещено. Последствия могут быть печальными. Пожарные установили – этот дом сгорел из-за пала сухой травы. Обугленные стены, заваленная крыша – последствия серьезного пожара. Еще недавно это был красивый дом. По словам пожарных, сруб сгорел как спичка. Уборка территории обернулась трагедией. В такой же ситуации оказалась оренбурженка Анна Фролова. Три года назад здесь, в СНТ, полностью выгорели несколько участков, в том числе и ее. Все, что осталось – обгоревший забор. Поджег траву, поэтому она сгорела. На нашей даче, на этой, на той, все кусты погорели. Три года вообще ничего не росло, потому что земля вся сгоревшая была. Так что я траву закапываю, мы в бочку. Сотрудник МЧС осматривает дачные участки один за другим. В дворе Марии Саулиной бочка с ветками. Дачница признается, весной жгла сухую ботву. Сейчас нельзя, жарко и ветрено. Теперь женщина с опасением смотрит на соседний заброшенный участок. Непотушенный окурок или искра могут стать причиной большого пожара. Ставлю воду и в ведрах, и кран, чтобы было открыто у меня там. Нарушений в этом дворе нет. Сотрудник МЧС оставляет памятки и предупреждает об особом режиме. Но такая положительная ситуация далеко не везде. Во время майских праздников в Солилецком и Саракташском районах горят целые дачные поселки. Причина – неосторожное обращение с огнем. И, соответственно, запрещено какие-либо действия с огнем. Это разведение открытого огня, жарение шашлыков, ну и также пал травы. Это у нас сейчас запрещено. Поэтому, как бы, люди, которые приезжают на дачу, хотелось бы обратить вот это внимание, что собирайте мешки и вывозите на свалки. За нарушение противопожарного режима штраф до 5000 рублей. Проверять дачников будут до конца сентября. Андрей Владимирович, в Оренбурге с конца апреля действует так называемый особый противопожарный режим. Что он предусматривает, какие ограничения подразумевает? В соответствии, действительно, в соответствии с распоряжением губернатора на территории субъекта, с 30 апреля текущего года введен особый противопожарный режим. Нужно понимать, что это меры вынуждены. В этом году мы остались фактически без паводковых явлений. Установилась сухая и ветреная погода уже практически с конца марта месяца. И уже произошло более 800 загораний на территории субъекта. Что в сравнении с логичным периодом прошлого года. Это серьезное увеличение. Ввиду этого были приняты вынужденные меры. И введен особый противопожарный режим. Противопожарный режим предусматривает выполнение дополнительных комплексов мероприятий, направленных в некоторых случаях на ограничение прав, как в данном случае. Это раздение открытого огня населением, период на придомовых территориях, непосредственно на сельхоз, угодьях, а также в лесах. Плюс предусмотрено снятие ограничений для органов надзорной деятельности в части организации рейдов, патрулирования и проверки организации. За нарушение особого противопожарного режима предусматриваются штрафные санкции. Каков их размер и в каких случаях они применяются? Действительно, статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в условиях условия особого противопожарного режима действует часть 2 данной статьи, где предусмотрено увеличение штрафных санкций практически в два раза. На граждан она составляет сумму налоглагаемого штрафа от 2 до 4 тысяч рублей. На должностных лиц она уже колеблется от 15 до 30 тысяч рублей. Ну и, соответственно, юридических лиц она уже составляет от 200 до 400 тысяч рублей. Сумма штрафов более чем солидная. Помогает это? Как показывает практика и результат этой работы, которую показаны в майские праздники, нам удалось все-таки стабилизировать обстановку с пожарами. Здесь мы увидели положительную динамику. Если в среднем мы выезжали более чем на 60 пожаров ежедневно, данная ситуация уже уходит у нас где-то на порядка 50-40 аппетитов. Здесь уже есть динамика к снижению. Но вместе с тем условия сухой и ветреной погоды пока еще вызывают у нас тревогу. И повышение классов пожарной опасности на территории муниципальных образований пока не позволяет нам сделать какой-то долгосрочный прогноз. Учитывая, что мы понимаем, что та зеленая травка, которая сейчас уже вышла, может за 2-3 недели в условиях нашей 40-градусной жары просто выбереть. Ваши советы? Как необходимо себя вести во время отдыха на природе, в лесных массивах, на дачных участках? Например, любимое такое занятие людей на отдыхе – это жарить шашлыки. Допустимо ли это? В настоящее время с 10 мая Министерством лесного и охотничьего хозяйства введено ограничение на посещение лесов, запрещена охота в лесах. И в данной связи, соответственно, рождение открытого огня вне закона. Что касается элементарных мер пожарной безопасности, то хотелось бы обратиться к гражданам, что берегите природу. Не нужно их захламлять, засорять. Ведь надо понимать, что причиной земляния пожара может быть не только неосторожное обращение с огнем, но и фокусировка солнечных лучей, когда ставлюсь какая-то стеклянная тара, пластиковые бутылки наполненной водой. К тому свидетельствуя много достаточно видеороликов в сети интернет, которые позволяют посмотреть, что происходит. Ну и, соответственно, быть очень внимательным к детям, не оставлять их одни без присмотра, потому что уже в этом году порядка 24 пожаров произошло к причине детской шалости с огнем. Как регламентируется во время особого противопожарного режима производственная деятельность? Что предписывается так называемым хозяйствующим субъектам? Что им запрещено делать? Какими для них вводятся ограничения? Эти мероприятия предусматривают дополнительные ограничения на проведение огневых работ на территории населенных пунктов. То есть полный запрет. Но за исключением тех чрезвычайных ситуаций, когда требуются безотлагательные работы. Получается, что, например, какие-то аварийные работы, ну, допустим, прорвал водопровод, и там работает сварка, они допустимы. Ну, конечно, безусловно, как правило, там работают непосредственно наши специалисты оперативных групп. Ну, и жилищники, коммунальщики у нас зачастую соблюдают требования пожарной безопасности, расчищая место проведения огневых работ и соблюдая наличие тех же первичных средств пожаротушения на месте проведения огневых работ. Товары из соседнего государства лицом. Оренбург на неделе посетила делегация во главе с консулом Республики Казахстан Канатом Шикалиевым. Это члены рабочей группы, которым поручено организовать торгово-промышленную выставку, ярмарку, сделанную в Казахстане. Она пройдет в октябре в рамках очередного международного форума Оренбуржья сердца Евразии. Консул Канат Шикалиев отмечает, Россия для Казахстана была и остается главным стратегическим партнером. С нашей областью соседнее государство связывает не только экономические, но и культурно-исторические и просто дружеские отношения. Товарооборот между Оренбуржьем и регионами Казахстана в прошлом году превысил 660 миллионов долларов. Порядка 3,5 тысяч казахстанских студентов обучаются в Оренбургских вузах. В числе приоритетов – дальнейшее расширение кооперационных связей между областями двух государств. Не случайно именно в Оренбургской области мы предложили провести вторую торгово-промышленную выставку, сделанную в Казахстане. Первая такая выставка прошла в 2018 году в Астартане. Убежден, что выставка, сделанная в Казахстане, станет серьезным импульсом для активизации взаимовыгодного сотрудничества Оренбургской области с регионами Казахстана. У нас с вами есть хорошая возможность достигнуть товарооборота. Я говорю о субъекте Оренбургской области до миллиарда долларов. После выставки это как раз будет оценивать экономическую эффективность выставки, сделанной в Казахстане. И оценка будет дана нашему форуму международному экономическому. Рабочая группа во главе с консулом Казахстана провела ряд деловых встреч в областном центре. Гости также осмотрели площадки, на которых будет проходить Международный экономический форум Оренбургья сердца Евразии. Международный театральный 11-й по счету. В Оренбурге полным ходом идет подготовка к очередному фестивалю «Гостиный двор», который пройдет с 11 по 21 июня. Будущему фестивалю была посвящена специальная пресс-конференция. На ней журналистам рассказали, какие театральные трупы уже заявили о своем участии и какие страны они представляют. Театральные коллективы России, а также приглашенные гости из Казахстана и Японии. География фестиваля «Гостиный двор» с каждым разом расширяется. Обширные программы мероприятия способны удивить даже самых утонченных зрителей. На сцене Оренбургского драматического театра покажут «Капитанскую дочку», «Пять вечеров» и даже драму «Отелло» в исполнении артистов музыкального драматического театра из соседней республики. Фестиваль – это прежде всего праздник для наших оренбургцев, для зрителей. И я думаю, что такой праздник мы и сделаем. Он такой размашистый, широкий. Различные будут театры и национальные, и русские. Фестиваль «Гостиный двор» приурочен сразу к двум юбилеям – 275-летию Оренбургской губернии и 85-летию области. Продлится он 10 дней. За это время организаторы планируют познакомить гостей мероприятия с историей и традициями Оренбурга. А зрители увидят лучшие драматические постановки. Еще раз напомним, 11-й театральный фестиваль «Гостиный двор» пройдет в Оренбурге с 11 по 21 июня. Такие акценты мы расставили для вас на этой неделе. До встречи в следующую субботу. И всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова